Евангелие от Марка, глава 5. Евангелие от Марка, глава 6. И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там, при горе, большое стадо свиней. И просили Его все бесы, говоря, пошли на свиней, чтобы нам войти в них. И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море. А их было около двух тысяч. И потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их. И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус не дозволил Ему, а сказал, иди домой к Своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с Ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев Его, падает к ногам Его и усильно просит Его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с Ним. За Ним следовало множество народа и теснили Его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из Него сила. Обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали Ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя?» И говоришь, «Кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит девица, «Тебе, говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить. Ибо была лет двенадцати, видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Евангелие от Марка, глава шестая. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк бесчестия разве только в Отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки и исцелил их. И дивился, не верю их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав двенадцать, начал посылать их подво и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. Но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйдите из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содом и Гаморьи в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, «Это Илья», а иные говорили, «Это пророк, или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможем своим, тысяченачальником и старейшином галилейским. Дочерь Диады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь, у меня дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала, «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде головы Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов?» «Пойдите, посмотрите». Они узнав, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и две рыбы разделил на всех, ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же, евших хлебы, около пяти тысяч мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. А не увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним лодку, и ветер утих. Они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда не приходил он, в селение или в города дали, в деревне клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему исцелялись. Книга Премудрости Иисуса Сына Сирахова глава 16 Не желай множества негодных детей и не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня. Не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысячи грешников. И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет. Много такого видела уко мое и еще более того слышала ухо мое. В сборище грешников возгорится огонь, как и в народе непокорном возгорался гнев. Не умилостивился он над древними исполинами, которые в надежде на силу свою сделались отступниками. Не пощадил и живших в одном месте с лотом, которыми возгнушался за их гордость. Не помиловал народа погибельного, который надмивался грехами своими. Равно как и шестьсот тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем, и хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным. Ибо и милости гнев во власти его, силен он помиловать и излить гнев. Как велика милость его, так велико и обличение его, он судит человека по делам его. Не убежит от него грешник с хищением, и терпение благочестивого не останется тщетным. Всякой милостыне он даст место, каждый получит по делам своим. Не говори, я скроюсь от Господа, неужели с высоты кто вспомнит обо мне? Во множестве народа меня не заметят, ибо что душа моя в неизмеримом создании? Вот небо и небо небес Божие, бездны и земля колеблются от посещения его, равно сотрясаются от страха горы и основания земли, когда он взирает, и этого не может понять сердце. А пути его кто постигнет? Как ветер, которого человек не может видеть, так и большая часть дел его сокрыта. Кто возвестит о делах правосудия его, или кто будет ожидать их? Ибо далеко это определение. Скудный умом думает так, и человек неразумный и заблуждающийся размышляет так глупо. Слушай меня, сын мой, и учись знанию, и внимай сердцем твоим словам моим. Я показываю тебе учение обдуманное и передаю знание точное. По определению Господа дела его от начала, и от сотворения их он разделил части их. Навек устроил он дела свои и начал их в роды их. Они не алчат, не утомляются и не прекращают своих действий. Ни одно не стесняет близкого ему, и до века не воспротивятся они слову его. И потом возрел Господь на землю и наполнил ее своими благами. Душа всего живущего покрыла лицо ее, и в нее все возвратиться. Книга песни песни глава шестая «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая женщина? Куда обратился возлюбленный твой, мы поищем его с тобою? Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Прекрасно ты, возлюбленная моя, как ферца, любезно, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждого пара ягнят, и бесплодный нет между ними. Как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа. Но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы и восхвалили ее. Кто это, блистающая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная как полки со знаменами. Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвелили гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня колесницам знатных народа моего.